Девушки отдыхают Часов 4 минуты, четверг, 24 декабря Здравствуй, великий город, здравствуйте все Это Русская служба новостей Юлия Селявина, ведущая этой программы Здравствуйте, Юлия Доброе утро, Сергей Таревский Знаете, что грозу обещали сегодня? Да, это вошло Гроза, описанная по этому Вы помните эти волнующие строки Люблю грозу в начале мая И теплый летний дождь Когда, ну и так далее Но вчера обещали метель Но как-то, по-моему, ничего не было В 2001 году, 22 января, дождь В 2001 году По-моему, 3 года назад В конце декабря Несколько дней подряд шел дождь Было ужасно мерзко На декабрь, ладно, я говорю про 20 Выползла трава и грибы Да ладно Грибы, почки, розы, мимозы Опята были, конечно Ну, правда? Да Не верю Ладно, я не верю Хорошо Госдума пожаловалась прокуратуре На то, чем поливают русские Московские дороги Московские реагенты Потому что Мосгордума Она не может Попрать Престол Московского бога И поэтому Госдума Ничего, она может Госдума жалуется В прокуратуру и Минприроды Чтобы проверили Многочисленные жалобы Москвичей на качество реагентов Которые применяются Сейчас в городе Честно говоря, не поймешь То ли надо нам черный асфальт И жидко-серую грязь То ли нам надо Все-таки тогда по льду ездить По снегу Такому утрамбованному То ли чистить Я вообще не понимаю Я не понимаю просто Речь-то идет о качестве реагентов То есть не об Отмене совсем применения реагентов Понимаете? Какие-то были реагенты В старое время Но еще при Советском Союзе Которые при минус 10 И минус 11 Просто дороги делались сухими Сейчас Сейчас торжество науки Шагнуло туда Таким образом Что и при минус 25 Можно создать жидкую грязь То есть это Все-таки торжество природы Над природой, извините Человеческого разума Но Я не очень понимаю Как соблюдать Так, чтобы был черный асфальт И вдобавок не работать То есть тут же идея какая Надо не работать Ни хрена Чтобы асфальт все равно был черный И чтобы реагентов не было А как это Как это из этих трех позиций Добиться успеха Я не понимаю Главное, чтобы не работать же при этом еще Хорошо Ладно Дальше Слушайте Значит, в Рязани пожар В Рязани пожар Крупный Рок-сити Горел Горел клуб Развлекательный комплекс 500 квадратных метров Напомню, что В Пензе Пожар был В Перми Измените Там было всего 400 Если я не ошибаюсь Нет Ну что-то в этом роде То есть страшный пожар был Людей успели эвакуировать Я не понимаю Как пожарные Сейчас поставили Будто бы смирно Всю страну Проверили всю страну Залезли всем Всюду Во все закоулочки И никак это не помогает Почему? Не знаю Кстати 788-107-0 Кого проверяли? Позвоните 788-107-0 Сегодня в Коммерсанте Вышла статья 58 московских клубов закрыли И там около сотни еще В регионах России Вообще по всей стране То есть очень Очень Такая проверка идет Активная Но вот Смотрите Меня проверяли Или я проверял Вы можете сказать о себе Меня проверяли Или я проверял Сейчас уже Вот После Перми После хромой лошади Расскажите Два слова Почему Рязань горит? Послушайте Всех закрывают Но оставшиеся чудом на свободе Немедленно горят Алло Здравствуйте Доброе утро Вас проверяли Не совсем При нашем непосредственном участии Мы обедали вчера В одном заведении И в этот момент Походила проверка Сотрудника МЧС И представителя заведения Скажите пожалуйста Что они делали? Им подали ягненка Или молочных поросят Ну я думаю Что что-то В любом случае подали Ситуация была следующая Человек С папкой С инструкцией О противопожарной безопасности Обследовал Первый этаж Второй этаж И делал Соответствующие пометки И замечания Ну судя по всему Управляющим Вот Соответственно с этим Управляющий Бегал вокруг него Как шарик Такой любови Как это лучше назвать И говорил Исправим 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 Да-да-да С готовностью С какой-то Да С готовностью То есть Все как бы Прекрасно знали О том что в заведении Можно курить Но видимо Заранее зная О том что придет Человек Курение Было прекращено Понятно Показуха Но не было таких Еще двух-трех мамочек С большими бюстами Которые оттесняли бы Его в сторону кухни Нет Вы знаете Абсолютно Все было спокойно То есть был Один представитель МЧС И представитель Этого заведения Все в большинстве Порок уныл Спасибо Спасибо большое за свидетельство Порок уныл Юль Я надеялся Что порок Красочен Порок Вдевилен Чтобы там сказать Там какие-то Женщины Похожие на матрешек Оттесняли бы его кухне Кто-то совал бы ему Шепотком Шепотком Что-то совал бы в левую руку Другой бы совал бы в правую руку Чтобы у него уже Под мышкой бы было Пара балыков Понимаете По-булгаковски так И чтобы у него С другой стороны Какая-то копченая свинина Грудинка торчала уже И все бы говорили Все исправим Все исправим Все исправим Подать ягненочка Или молочных поросят То есть порок Лишен водевильности Унылость 21 века В том Что сатана Сегодня ходит В тертых брючках Совершеннейшим дурачком И И Нет красочности Он лишен красочности Где рыцарь зла Рыцарь зла Предстаньте во всей красе Что вы ходите в тертых брючках Надоели всем 9 часов 10 минут Погнали Подъем 9 часов 12 минут Погнали Юля Давайте обсудим Вашего приятеля Какого? Галкин А, Галкин Галкин Ну что, ну что, ну расскажите Ну что, ну все Все сегодня пишут 14 месяцев Всем он чужой Всем он чужой Кроме Селявиной Селявиной он глубоко Не чужой человек Расскажите Да что, ну я у него интервью брала Ну когда это было? Это было в четвертом классе школы Нет, несколько месяцев назад Что значит несколько месяцев? Ходила, рассуждала о патриотичных фильмах Где, здесь, на РСН? Да, на РСН Обалдеть А вы про что вообще говорите? Я думал, что вы когда-то в четвертом классе Дерзая для стеной газеты Поймали Галкина там А он уже был Гакилибери Финном в то время И так далее Нет То есть он сюда приходил? Конечно, сюда на РСН А, это когда он у нас наш общий приятель Тогда выходил Я не знал об этом Я не знал, что я приятельствую с Галкиным Понимаете? Какая потрясающая новость Так ему дали 14 месяцев 14 месяцев с какого срока начинается? Когда впарили Да Потому что его же не подвергали аресту А, точно Его не подвергали аресту Значит, с момента вступления приговора в силу Если он сейчас не подаст какой-нибудь бумаги Не подаст Адвокаты говорят, что не будут Не подаст Они довольны, в принципе Давайте юриста спросим Через сколько-то дней 788-107-0 Расскажите нам, пожалуйста, про приговор 14 месяцев Это что? Со справительным сроком 2 года То есть Вот здесь несообразие Почему Почему Что значит 2 года Но 14 месяцев А 2 года Как будто 24 месяца Алло, здравствуйте Ага Ага Сорвался 788-107-0 По приговору Галкина Кто-нибудь из юристов Может нам дать понять, что это значит Это значит, что он пошел домой, короче Вот и все Алло, здравствуйте Где он и был вдобавок Алло Доброе утро, Сергей Николай, Москва Да, Николай Сергей, ну ему дали, соответственно, 14 месяцев И вот, если не ошибаюсь, по-моему, по средствам СМИ Вы вчера сказали, что полтора года испытательного срока То есть Я читал 2 года Ну, хорошо, да Да, ну, именно испытательного срока То есть он в определенное время должен будет приходить отмечаться Подождите Испытательный срок, значит, он должен хорошо себя вести в течение полутора лет Да Нет, а вот почему он не соответствует одна дата другой То есть он как бы под приговором 14 месяцев А под испытательным сроком больше Вот как это происходит Не могу сказать Понимаете? Вот и я не могу Я же юрист А вы не юрист, еще вдобавок сама звонится Пожалуйста А? Ну что теперь? Хорошо В армии будет тихий час Да-да-да-да-да-да-да Это сейчас Селялина расскажет нам в российской газете Интервью Сердюкова С тихим часом для солдат Я думаю, они будут в момент тихого часа бегать и мазать друг друга зубной пастой Как это происходило в пианироволагерях Алло, здравствуйте Здравствуйте, Кирилл, Москва Я хотел бы уточнить по поводу срок Давайте, пожалуйста Вот эти два года, которые на нем висят В случае того В случае, если он совершает правонарушение В течение вот этих 14 месяцев Самоотмеренных Его будут судить И к тому сроку, который он получит За посвершенное вновь правонарушение Присуются автоматически Вот эти два года А-а-а Внимание У него испытательный срок два года Ну или полтора Сейчас один из слушателей говорит, да? Полтора года Это испытательный срок В течение которого Он будет находиться под надзором Органов Вот То есть одновременно со сроком Смотри, а я вот нашла тоже Давайте Да, да Теперь в течение года Кирилл, не уходите Не уходите Теперь в течение года И шести месяцев Галкин Будет обязан Являться в уголовно-исполнительную инспекцию Отмечаться Если же в этот срок Не отмечаться А проводить беседы А-а Нарушит закон Или общественный порядок Артист отправит В места лишения свободы Кирилл, выходили в уголовную инспекцию Отмечаться? Нет, я не ходил Юля, выходили в уголовную инспекцию Отмечаться Нет А я-то да И что? Там беседы должны они проводить Это не просто отмечаться Что вы думаете, для Галочки, что ли? Потому что если они заполучат Галкира Нет, смотрите Отмечаться И кроме того Встречи с участковым Станут для актера обязательными На протяжении полутора лет Это мне не довелось Раз месяц Участковый по месту жительства Обязан будет навещать Владислава Проводить им беседу И отражать в рапорте Как актер себя ведет И чем занимается Не зашел до меня участковый Нет, а там беседы Знаете, как классно Если они заполучат Галкина Думаете, они его отпустят без чая? Ну расскажите Кирилл Кирилл Где? Да, нет А Кирилл уже Ушел Кирилл от нас Нет Значит, я только не понимаю Почему несообразие Что он полтора года Исполни Как бы испытательный у него срок А 14 месяцев У него Действительный срок Под которым он ходит Вот здесь никто не может объяснить Кирилл Ретировался Алло, здравствуйте Алло Да, нет Не получается 7-8-8-107-0 7-8-8-107-0 Нам нужно разъяснение юриста Пожалуйста Алло, здравствуйте Да-да-да Алло Пройдемте Вы юрист Наконец-то все-таки Здравствуйте Могу объяснить Игорь зовут Да, Игорь, давайте Ну, смотри Ему дали Один год и два месяца Решения свободы Условно Срок Да Сроком Полтора года То есть Если он в течение Эти полутора лет Совершит какое-либо Правонарушения Вот этот условный срок Автоматически Ему Отменяется Секунду Значит А если А если оба срока Еще действительны Не-не-не Они накладываются Друг на друга Или нет Нет-нет Смотрите Ситуация какая Что вот Один год и два месяца Он ходит под приговором Не-не-не Под приговором он ходит Как раз испытательный срок Полтора года Так он после Эти 14 месяцев наступает Или одновременно Не-не-не Одновременно Вот если он в течение Полутора лет Совершит какое-либо Преступление То вот этот вот срок Один год и два месяца Ему Будет Внимание А если действуют Оба срока Например он через месяц Богатырская душа Взноет От смирения Все нормально Если вот в течение Вот этих полутора лет Хоть через месяц Хоть через неделю Вот полтора года У него вот этот Испытательный срок Он должен вести себя Очень здорово А через полтора года Если он еще чего-то сделает Вот этот вот наказание Условное Один и два Уже не применится Все очень просто Все ясно Все ясно То есть с первого июля С первого июля Одиннадцатого года Он может подойти И участкового Снова врезать по роже Да И вот этот вот срок Один год и два месяца Уже прошел Все Да Все Все По новой можно Все По новой можно Он должен вести себя хорошо Не бить участковых И не стрелять Значит менты На полтора года Свободны пока Абсолютно Абсолютно Хотя черт его знает Может он Может он Не вытерпит Я понял Спасибо Значит у милиции У милиции Лафа Им полтора года Можно гулять Пока их не побивает Галкин Через полтора года Тащи Он их Вас снова отлупит Вы будьте готовы Пожалуйста Потому что это очень важно Ну так что А много или мало Вам кажется Он легко отделался Или 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 Наоборот Это слишком строго Юля Наш приятель Ну что Я думаю Что нормально Нормально Я думаю Да Пойдет Для того Чтобы это было уроком Вот это вы хотели Мы здесь с родиной были Когда Начался процесс И родина требовала Для него Полугода условно А я требовал Года условно Видите Я ближе оказался И угадал Вы считаете Что это много Мало Или нет В какой степени Известность сыграла роль В какой степени Покаяния сыграла роль 9 часов 19 минут Приму два звонка Алло Здравствуйте Алло Да здравствуйте Как вас зовут Здравствуйте Меня Алексей зовут Алексей Это много Мало В какой степени Известность сыграла роль В какой степени Покаяния сыграла роль И то и другое Сыграла роль Я считаю Срок в принципе Нормальный Для такого Преступления Немножко Может быть маловато Обычно В таких случаях Дают Если бы он был Как бы Неизвестной личностью Получил бы Два года условно Вот Два года условно Да Но при этом При этом Вот одну вещь Хочу еще уточнить Как сам судейский работник Ой Давайте Так Понимаете Дело в том Что вот эта вот Условная судимость Она только формально Как бы снимается На самом деле Знаете Как там сейчас Хитро происходит То есть там Если человека Привлекают Хоть через 5 лет К уголовной ответственности Опять Там знаете Как пишут Пишут Юридически Несудим То есть Вот эта фраза Означает Что у него Была условная судимость Вот От этого уже Все равно И все равно Это будет пятно Ну то есть Понимаете Как судья будет Знать После конца года Его списывают В архив Мне делается страшно При мысли Об этом Сложном процессе А если оно оказалось Все таки в печке Я знаю вашу историю тоже Спасибо Если оно оказалось В печке Все равно Тем не менее Нет А все равно Какая разница Там вот Крайция огромная Потому что мне судья Говорит Вы ранее судимый Я говорю На каком основании Вы делаете Эти осуждения Товарищ судья Вы может быть Прочитали об этом В газетах Он говорит Нет Я не прочитал об этом В газетах Я сейчас вам покажу Ваше уголовное дело Я говорю А если оно сгорело В печке Ну во первых Посмотрите Оно лежит там Какое-то время Хранится Я умоляю Я знаю даже Поминутно Сколько оно там лежало Да Хорошо Спасибо вам огромное А потом Там с него просто Делают копию приговора И лежит дальше Только копия приговора Копия приговора Лежит Вот это Вот И в ЦАЗБ Там есть еще Такая организация ЦАЗБ Вот Где есть компьютерная База данных И в компьютерной базе Какая гадость Да спасибо вам огромное Спасибо Какая гадость Есть еще Так много Организаций Которые не побывали В печке 9 часов 23 минуты Обзор печати Погнали Подъем Сергеем Даренко Найроса Обзор печати 9 часов 23 минуты Обзор печати Юлия Селявина Юль Давайте хотите Я расскажу Про российскую газету Потому что я вчитывался Как рядовой запаса А вы не вчитывались Вы рядовой запас Какое у вас Воинское звание Скажите Да нет у меня Воинского звания Придется обзавестись Значит смотрите В российской газете В российской газете Выступил Министр обороны Сердяков рассказал О том что он Все Перевел Там уже 100% 98% По некоторым источникам Частей Полной боеготовности Полностью Снабежены Все Машины заправлены Снаряды Лежат За час За час Команда Через час Уже готова Любую часть Через час Раньше Их надо было Доукомплектовывать Искать технику Которая там Сейчас Якобы за час Все готова Любая часть Пойти в бой Это первое Второе С дедовщиной Наверное Ну и вообще С климатом Внутри войск Будут бороться Будут бороться Спортом Значит Будут тренировок Всевозможных У солдата И у офицера Молодого офицера 4-5 часов в сутки То есть 4-5 часов в сутки Он будет Как в олимпийском резерве Практически Заниматься Ну и говорит Сердюков Что конечно Они утомятся В какой-то момент И конечно Когда они утомятся Им нужно будет И им захочется Может быть Сделать массаж Ног Там или что-то Они будут получать Час Специальный час На сон В течение дня То есть Они 2 часа Например Поутомлялись А потом Массаж ног Там ступни Знаете Или Прижигание Все равно Сигарами Полынными Потом Через Они встают Когда уже Опять набрались сил И по новой По новой Тренировочке 2-3 часа Понимаете Вот Такая история Про армию Сегодня в российской газете Почитайте Прослезитесь Где-нибудь в середине И к концу Чтобы уже второй раз Прослезиться Я читал Был Абсолютно весь в слезах Да Что же еще Пишет Ну что Сегодня главное Можно я быстро Скажу там Пробки Смотрите Так Так Авария на Щелковском Недалеко от выезда Из Щелкова 4 машины Посреди дороги Осторожно Если кто едет Осторожно Объезжайте Дальше Перед светофором На улицах Азовской И Каховки В левом ряду Битые машины Стоят Загораживают Пишет Равшан Спасибо большое Равшан Вот Давайте еще Если есть еще Сообщение Давайте 925-101-107-0 Наш номер Для СМС Давайте Сегодня главное Это Конечно убитый священник Филиппов Александр Известие Московский комсомолец Вынесли эту тему На первые полосы Твой день Комсомолка Пишет о Галкине Тоже первая полоса Коммерсант Сегодня Уделил Внимание Немалое Памятнику Взорованному В Кутаисе Его восстановит Циретели Скорее всего И Вот же где Надругались Ну скажи Надругались Над нами А вы хотели Заменить Заменить Новый парень Я предчувствовал Что Титан Мысли Конечно Я предчувствовал Что Титан Циретели Здесь Рука-то Раззудится Он руку правую Потешит На этом деле Понимаете Но я-то Имел ввиду Что одного Циклопа снять Другого поставить Потому что Хотя бы одного Не дождетесь Чтоб ченч был по-честному Они будут плодиться Циклопы Циретели будут плодиться Это правда Это правда Еще Коммерсант Сегодня пишет О том Что Дмитрий Медведев Поручил российскому правительству Внести в госпрограмму Вооружения До 2020 года Закупку 20 новых самолетов Ан-124 Руслан Это важно Производство Этих самолетов Было прекращено В середине 90-х И это действительно Важное решение Об этом На первой полосе Коммерсанта Читайте Мнение экспертов И так далее Сегодня Московский комсомолец Пишет О том Что в распоряжении Журналистов Оказался Такой рабочий Текст Учебников По предмету Основы православной Культуры И Немного Немного Выдержки Из этого Учебника Можно почитать Также в Московском Комсомольце Вот я Зачитаю Как и было обещано Он не носит Религиозного характера Учебник Однако Это и далеко Не культурологический Предмет Как заявляла Мином Обрнауки Среди прочего Школьникам Будут объяснять Конфликт Добра и зла На примере Троллей И снежной королевы А душа Сравнивается С космическим Кораблем Об этом читайте В Московском Комсомольце Также В МК И в газете Газета Можно почитать О деталях Программы По обмену Старых машин На сертификаты На сертификаты 50 тысяч Рублей Подробности Что Сколько Вы должны Владеть машиной Год Да не менее Года Что это Должна быть За машина И так далее И так далее Вот об этом Обо всем Читайте В МК И в газете Газета Ведомости Сегодня пишут О том Что у белых Воротничков Не все так плохо В этом году Сложилось К этому К таким выводам Пришли эксперты В Кэллис Сервис Они выяснили Что многие Так же смело Как и до кризиса Меняли работу Рожали детей Покупали жилье И учились В ведомостях Читайте Конкретные цифры И примеры Некоторых Людей Которые Нашли себя По другому Как-то В жизни Также Сегодня Новые Известия Пишут О том Что сегодня В Ульяновске Обсуждается Инициатива Местных властей Чиновники Наставят на том Чтобы обязать Администрации Ночных клубов Ресторанов Кафе И вокзалов Устанавливать В своих помещениях Автоматы По продаже Презервативов Так вот Многие Ульяновцы В замешательстве Сейчас Потому что Это нововведение Идет в разрез Нашумевшей Ульяновской Акции Ради патриотов День России И Обещали Ценные призы Тем Кто принимает Участие В этой акции Победителям Этой акции В общем Некоторые Тут есть Противоречия Нет Противоречия решаются Если Презервативы Будут дырявые То это Как раз Будет Безусловно Правильная Акция Ульяновец Он же там Губернатор Славится Экзотичными Инициативами Всегда Когда Слово Ульяновск Сегодня Раздается Мы ждем Какого-нибудь Анекдота Это очередной Анекдот От ульяновского Губернатора Он Такой Экзотичный Парень Просто 9 часов 30 минут Новости на Росан Подъем Подъем С Сергеем Даренко На русской Службе Новостей 788 107 0 Наш телефон В студии Наш номер Для СМС Плюс 7 925 101 107 0 Мы продолжаем С Юлией Селявиной Юль Значит Вот Я На СМС Получаю Некие номера Сообщения Которые Меня Заставляют Чуть-чуть Вернуться Назад Но Потому что Есть важные Свидетельства Есть важные Свидетельства У нас есть Человек Который Рассказывает О том Как к нему Заходил Пожарный Алло Здравствуйте Здравствуйте Юрий Вас зовут Юрий Да Юрий Расскажите Пожалуйста О визите Пожарного Вы Так сказать Обладаете Бесценным опытом Вы видели живого пожарного В последние недели Насколько я понимаю Да Значит Сергей Ситуация была Следующая Значит Вчера Пришел пожарный Так Вы могли бы подойти К окну В этом Да Да Сейчас Секундочку Давайте Значит Идет проверка Да Пожарной безопасности Ага И Сказал Давайте проверять Ну так как я А как проверишь Он вылил Наверное Полканистры бензина И поджег Чтобы проверить А нет Пожарная безопасность А как проверишь Значит Пожарная безопасность Огниту Наличие огнетушителей А ясно Вот Инспектор Понятно Вот Приходит и говорит Давайте проверять Ну так как я занимаю Должность Старшего брата Значит По безопасности Я отвечаю За пожарную безопасность Вы отвечаете За безопасность В том числе Пожарную безопасность На предприятии Старшего брата Ясно Да Вы его встречаете Я его встречаю И мы идем Значит По производственным Включениям Ага Значит У нас расположены Каждые 10 метров Огнетушители Ага Это его огорчает Естественно Да Он проверяет Значит Годность Этих огнетушителей Проверяет Да Огнетушителей Хорошо А вот По поводу Того Что Знаете Когда Задымление Датчики Которые Тушат водой Да Да Вот эти наверху Которые можно Снимать сигарету Они тоже тушат Да 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 Значит Я говорю Работают Давайте проверим Так То есть Испортим Всякий раз Нет Давайте проверим Да Я говорю Ну извините Я говорю Вы в своем уме Зальете Вы же сейчас Все зальете Как я буду потом Отключать Это все дело Ага Причем у меня Есть договор С фирмой Которая От пожарной службы Угу Которую устанавливала Эти датчики Угу Он говорит Ну ты понимаешь Что я должен В любом случае Проверить Должен Ну вот Да Я говорю Вот документация Ага Он проверяет И говорит Ну я же все равно Должен Вас Как-то оштрафовать Скажите А как он вышел На сумму В 30 тысяч рублей Как он вышел Это же он интеллигентно Наверняка Вернул это дело Нет Он говорит так Что Ну в принципе Все хорошо Да Все хорошо Ну вот Нет у вас На компьютерной Компьютерной системы Которая бы Контролировала Вот эту систему Ага А ее надо купить О И все Уел 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 Да Вот ее надо купить У вас в компьютере Нет программы Ага Значит Эта программа Я готов вам Позвонить человеку Он говорит Что я позвоню Человеку Да Который установит ее Она будет стоить 45 тысяч Ой Ага Ну да Я думаю Она в пакете Из трех тысяч Нет Я думаю Она Юрий В пакете Из трех тысяч Программ На дивидидиске Продается За 150 рублей На горбушке Да Я понимаю Ну это будет Как бы Ну это их Вот такие вот Местные дела И они говорят Он говорит 45 тысяч 45 тысяч Я готов договориться За 30 А Я говорю Я переговорил С братом Он говорит Хорошо Отдай ему эти деньги Пусть валит Да Ну пусть пишут Что проверку прошли А у вас пищевое Какое-то предприятие Или чего Нет Это у нас Занимается Продажа электрооборудования В Республике Беларусь Ау Роскошно Я слышал Вокруг вас Клокотали Женские голоса Я думал Что вы в курятнике Нет Это был магазин Спасибо Юрий Спасибо за свидетельство Юрий Юрий Столкнулся с великодушным пожарным Который разрешил ему Купить компьютерную программу Там На Подъедет человек с флешечкой И закачает За 30 тысяч рубликов Уж больно у него все хорошо Настолько хорошо Что пришлось продать Компьютерную программу Ладно А если бы согласились все-таки На Проверку Да На проверку Залило бы электронику Республики Беларусь Да Вот и все Вот и все Слушайте Пассажирам Мне понравилась одна вещь Которую я хотел поделиться с вами С восторгом по-настоящему Президент РЖД Владимир Якунин Наградил пассажиров Невского экспресса Помогавшим пострадавшим При крушении поезда 27 ноября Правда классно И не только пассажирам А вообще Все кто участвует Нет Нет Пассажиров именно Которые участвовали В ликвидации последствий аварии Вы знаете Там мужики Мобилизовались И пошли Нам рассказывал об этом Юрист Юрист Ходорковского Вот этот Гусь 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 Да Да Чего Или гусь Гусь Не надо гадать Глядя в потолок Посмотрите в Яндексе Гудс по-моему Значит Юрист Ходорковского Он рассказывал Как они из седьмого вагона Собрались мужики Пошли разгребать И помогать И таскать раненых И все А не ждать У моря погоды Понимаете Ну вот И Их наградили теперь Но еще мало Мало Им дали еще Безграничное число поездок Безограничения Они могут в СВ Купе И плацкарт Брать береты В любом типе вагонов Даже в СВ В течение года На РЖД И бесплатно ездить Без ограничения Числа поездок Я бы же сел бы И ездил не вылезая Тогда Пожил бы Может быть годик В вагоне В Москва В Владивосток Ну нет На самом деле Это хороший жест Это красивый жест Я была права Борис Груст Начинается Вот Его адвокат Борис Груст Ну от перемены Двух согласных Он не становится хуже Он действительно герой Он клевый парень Хорошо Еще Еще вот что Через 9 часов 40 минут Через минуту вернемся Поговорим об электронной России Погнали Подъем Третье транспортное кольцо От Варшавки До Звенигородки Летит Дальше Плотно Пишет Саша От Варшавки До Звенигородки Летит Третье транспортное Погнали Вот еще Смотрите Значит Накануне президент Сказал Что одним из критериев Ну он хочет Создать Электронное правительство Не только электронное правительство Нет электронных губернаторов Вдобавок Он хочет создать ситуацию При которой Россия Будет Форсировать Тем более Из нашей девственной чистоты И из нашего Вполне девственного кретинизма Это легче делать Шаги Шаги вперед Легче делать Знаете ли Не ступенчато А вдруг Вот какими-то рывками Большими Что-то Петровское слышится В этих словах Но он считает Что они должны Работать над связью Вообще Принципиально В такой большой стране Связь Принципиально Абсолютно Принципиально Да И они должны Работать над Электронными Всевозможными технологиями Над электронным Бумагообменом И так далее То есть Они должны Если их кочергой Все время Не шевелить То они вообще Никогда этим заниматься Не будут И Медведев сказал О том Что Вообще Одним из критериев Оценки эффективности Деятельности губернаторов Станет Электронное Вот это Продвижение Интернета Вообще Электронного обмена Вот Я прочитал И сказал Да Я сказал Да 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 Мне кажется Да Мне кажется Да Дальше Слушайте Я читаю В Кузбассе Учительница Обвинила Первоклассников Кражи Мобильника Отец Запорол Ребенка Насмерть В Кемерской области Мужчина Устроил жуткую расправу Над собственным Малолетним сыном Учительница Пришла к ним В дом Семь лет Мальчику Мальчику Семь лет Учительница Пришла в дом Там Есть еще Мальчик Девять лет В этой семье Жена и муж И сказала Что этот Семилетний Украл у нее Мобильный телефон Там в классе Мальчик Не сознавался А может И не крал А может Крал Не сознавал А может Не крал Мальчика Принялись Стигать И сильно бил Папочка Сильно бил В отчаянии Что у него Вор маленький Растет Он его бил Учительница ушла Учительница ушла Позже Учительница поняла Что она мало Достала эту семью Она прислала К ним своего сына Который служит в МВД Милиционером работает Ее сын Учительский сын Милиционер Он пошел На работу К этому отцу И сказал Что вертай Мол Мобильник Который украл Твой сын Хотя он не работает На этом месте В общем Он там В совершенно Другом участке И все на свете Но он В форме Явился И сказал Что вертай Отец С воплями Что же мне Его убить Теперь Из-за этого Паршивого мобильника Отправился Бить сына снова Он его бил Снова А потом Очень Очень хорошо С точки зрения Литературы Но ужасно Что это живая Живая жизнь Настоящая Ну вот Сейчас скажу Что сказал Брат Девятилетний брат Который все это Видел Папа Стал его Бить ремнем От машины Не очень понимаю Что это такое Ремень от машины Не внимание Ремень безопасности Может быть Папа стал его Бить ремнем От машины А потом Брат Лег спать И умер То есть он Его Папа Папа Пашку Спрашивал Где телефон А тот Говорил Что не знает Тогда папа Стал его бить А потом Брат лег спать И умер Вот Понимаете Я не очень Я хотел это Обсудить с людьми Потому что Вот там Это Кузбасс Это Кемеровская область Это деревня В Кемеровской области Вот там Широкополосный интернет Он Как что Я хочу сказать Можно ли через форму Дать содержание И какое содержание Мы дадим Вот она семья Есть семья Есть сцена Есть некий спектакль Есть некая сцена Есть некий конфликт Сюжет И все есть Для небольшой повести Может быть рассказа И сюда приходит Широкополосный интернет Например И губернатор Амангильды Тулеев Начинает Например Широкополосно Там В деревнях Всюду Чего-нибудь такое Распространять Документы оборот Вот я думаю С ужасом С ужасом Что А они готовы Они кто эти люди С кем Кто эти сограждане наши Кто они Вот этот быт Эта зарисовка из быта Она характеризует ситуацию Таким образом Что ничего кроме отчаяния Не испытаешь Мне кажется Никакой широкополосностью Невозможно Решить Главные проблемы И Мне кажется Что Медведев Надеется Их выдернуть Каким-то образом Из косности Из дремучести Из Из пещер Вот этих пензенских Помните Как они там забирались В пензенские пещеры А они назад В пещеру лезут В пензенскую И мне кажется Что они С мобильником Наперевес И с компьютером И с планшетом С каким-нибудь И И Бук Ридер У них будет И чего Хочешь И они все равно Полезут в пензенскую пещеру Понимаете О чем я говорю А как их извлечь Это конечно показатель Но с другой стороны Возможно Это частный случай Давайте Это частный случай Нет секундочку Мгновение Все спокойно Правильно Это частный случай Я преувеличиваю Я преувеличиваю Нет проблем Пожалуйста Спросим наших слушателей Вы считаете Что этот случай В Кемеровской области В деревне Кемеровской Там поселок Какой-то под Кемеровым Описывает достоверно Типичную ситуацию В России В общем Когда он позвонил матери Ребенка Этот муж Отец ребенка Забил его насмерть Он ей позвонил И сказал Слышь Пашка умер А нет Похоже Пашка умер Произнес он в трубку Она не Она говорит Он ей сказал Говорит Вызови скорую Похоже Пашка умер Почему он сам не вызвал Скорую непонятно А значит И Она не сделала ничего Потому что она подумала Что Батя напился Просто Как обычно Батя пьяный А он как Ну как Что ляпнет С Будуната То есть Они не верят Даже друг другу Потому что они считают Что это по пьяни Они говорят Делают Как бы это жизнь Пьяная Пьяная Несчастливая жизнь Пьяная Лишенная смысла Несчастливая жизнь Они вот ее Эту пьяную жизнь Живут Несчастливую И Как бы вам сказать Получше Они как в дыму Все Они как в дыму В тумане Понимаете Или вам так кажется Я не знаю Может мне кажется Может мне кажется Вы считаете Вы считаете Что эта ситуация Описывает Типическую В России Ситуацию 660 на 691 Да Нет Это беззловно Исключение Исключение Которое Не характеризует Нашу жизнь 660 на 692 Позвоните Пожалуйста Вот это Этот случай Абсолютно Описывает Типическую Ситуацию В русской Семье В глубинке 660 на 691 Это достоверно Описывает Нашу жизнь 660 на 692 Нет Это абсолютно Исключение Ничего подобного Если это исключение Это прогремит Тогда Потому что Народ русский Ужаснется Скажет Этого не может быть Понимаете Этого не может быть Это изверг Единственном числе Такой у нас Ну вот Нет Это исключение Это никак Не может достоверно Описывать Жизнь В глубинке 660 на 692 Тогда позвоните Пожалуйста Телефон 788 107 и 0 788 107 и 0 Скажите Насколько верно Это описывает Жизнь в глубинке И дальше Как их гадов Вытащить Из пензенских пещер Где они Все равно Хотят сидеть Понимаете Вы им говорите Подонки Вылезайте Широкополосный интернет Электронный документ Оборот А они говорят Нет Мы хотим Назад в пещеру Мы хотим Назад в пещеру Понимаете Ничего не сделаешь Может их Туда заманить Назад в пещеру Что сделать Алло Здрасте Нет Не понимаю 788 107 и 0 Минуту 788 107 и 0 Телефон в студии Алло Здравствуйте Как вас зовут Алло Здравствуйте Сергей Меня зовут Да Сергей Значит Я считаю Что наверное Не нужно Значит Этот пример Приводить Как Типичный Да Да У вас залипает Что-то Залипает Подойдите к окну Или к чему-нибудь Такому Похожем на окно Я останавливаю автомобиль А ой Спасибо огромное Ага Вдруг залипал звук Ага Дело в том Что это происходит Везде и во всех странах Посмотрите Помните в Америке Был случай Когда мужчина Везде Я не спорю Просто убийство В России В пересчете На статистический Пересчет На тысячу населения В три раза больше Чем в США Чтобы вы знали Ровно в три раза На один их труп У нас три Ну просто чтобы вы знали Я не Ну со статистикой Не знаком А я вам говорю В три раза больше Чем в США у нас Ну Потом говорить о деревне Что говорить Я вот недавно Слышал случай Московская область Город Серпухол Школа Обычная школа Мальчик Четвертый класс Выходит из школы Кроссовка Все сменные обуви Уборщица моет полы И говорит ему Мальчик Переобуйся Он говорит Бабушка Отстань Мой полы Я спешу У меня значит Там на кружок Я тороплюсь Я эти кроссовки Помою дома Приду значит Завтра В чистой кроссовке Знаешь Как сменные обуви Так Вот Шла мимо учительница Она говорит Молодой человек Вы хамите бабушки Делаю тряханул так Что он бедный Ударился головой Об стенку Получил с трясением мозга Охранник здесь же был Охранник здесь же был Видит беспорядок Нажал тревожную кнопку Приехал ОМОН Мальчик Мама сейчас ходит По поликлиникам Значит Так подождите А вы Сергей Вы же сказали Это нетипичная ситуация И описывайте мне Следом тот же Вы конкретно Конкретизируете Именно для глубинки Вы для глубинки Конкретизируете А вы говорите Это и в Москве типично Спасибо Сергей Спасибо Значит вот Вот вам результат голосования Спасибо большое Всем кто позвонил Вот этот случай В Кемеровской области Где папа убил Мальчика Потому что учительница Пожаловалась На 7 летнего мальчишку Что он украл У нее мобильный телефон Потом кстати Телефон нашли 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 потом телефон Какой ужас Его украл какой-то Четвероклассник Совершенно из другого класса Значит пока она там Щелкала клювом Это учительница Кто-то Четвероклассник Какой-то украл Она подумала На 7-летнего мальчика У себя в классе Первом И так далее Слушайте Нашли-нашли Телефон нашли А Трупик уже есть Да Пашенька 7 лет ему Ага Слушайте Значит вот что я говорю Пещеры Понимаете И это противоречие Абсолютно цивилизационное Это пропасть Огромная Я не знаю как мы ее преодолеем 9 часов 53 минуты Звоним на биржу Лев Быстров Аналитик фонда Биржи РТС На связи с нами Лев здравствуйте А ваша зарисовка Что у вас? Ну у нас на самом деле Вчера день был довольно вялым Все таки Потихонечку 1% Мы чуть более 1% Скажите почему 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 Игнатьев усиливает рубль Так Радикально усиливает рубль Ну на самом деле Это объявлялось уже давно К бивалютной корзине Сильно вчера подорожал рубль Да Потому как мы В прошлом году Его ослабляли Чтобы спасти Наши компании Которые А теперь пора погубить Наши компании Нет Теперь пора Как говорится Привести Нет Всегда так Поросеночка режут Уже под мороз Надо резать поросеночку Нет Что сегодня? Сегодня на самом деле Ждем открытия Уверенного открытия Вверх Вчера вечером У нас На вечерней сессии Выстрелил Еще на 1% Индекс РТС Выстрелил Сбербанк Нефть Соответственно Нефть выходит На неплохом уровне Вчера все-таки На новостях Из США Она подорожала До 76 долларов За баррель бренда Хороший день Плюс Плюсового И стих Оборотов Спасибо вам большое Счастливо Лева Быстрова Аналитик Фондовой биржи РТС Был на связи с нами Погнали дальше Подъем Русская служба новостей В движении Спонсор программ ООО Ресторанная коллекция В преддверии Новогодних праздников Сеть ресторанов Пекинская утка Предлагает доставку На дом и в офис При заказе Торт и бутылка Шампанского В подарок Пекинская утка Все лучшее Из Азии 755 84 01 Где едете Что видите 788 107 0 Расскажите нам Движение в Москве 788 107 0 Движение в Москве Вы где едете Как вас зовут Да Доброе утро Сергей Да Сергей Где вы едете В Троекурском проезде Гаишник на Х5 стоит Представляете И чего А Гаишник Х5 Частная Частная машина Частная А он стоит с палочкой Снаружи Да Конечно А знаете почему Счастливо Все Спасибо Он к праздникам Просто К праздникам Что к праздникам Ну все же расходы 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 Нужен какой-то Решил помочь Поуправлять движением Эх какой он красавец Не дождался Гад Субботы Их же по субботам Отправляют кормиться Алло Здравствуйте Доброе утро Где эти что видите Волгоградка Продвигаемся Так потихоньку В общем продвигаемся Километров 10-15 Едем Ясно Спасибо Волгоградка Километров 10-15 В час 9.58 Погнали дальше 10 часов 4 минуты Четверг 24 декабря Здравствуй Великий город Здравствуйте Все Это Русская служба Новостей Юлия Селявина Ведущая Этой программы Здравствуйте Здравствуйте Сергей Доренко Здравствуйте Слушайте Попался Этот парень Попался Этот парень Который 16 миллионов Долларов Все Возил зад вперед Здесь по Москве В интересах супругов Которые Вы знаете Потеряли сына И сын оставил им Наследство Как будто бы Около 200 миллионов долларов И как будто бы Часть из этих денег 16 миллионов долларов Обналичил Некто талантливейший 33-летний Евгений Скобликов Который Их потом Перепрятал Ну там не вся сумма Он полтора миллиона Оставил Ну очень важно И он не прошел Детектор Он не прошел Близкий к следствию Источник Рассказал Live News Что Человек сидит В СИЗО И невольно Постоянно размышляет Какие психологические Конструкты Там в СИЗО Когда ты сидишь В СИЗО Ты невольно Постоянно размышляешь О том Кто мог забрать Деньги Ровбеля Ровбель Это Человек Который оставил Своим родителям Одноименным Вот 200 миллионов И он как будто Должен был терзаться Этот Евгений Скобликов А он не терзался То есть за ним Предполагали Терзание Понимаете Смотрите Он сидит в камере И думает Ёлки Ну кто же взял Деньги Ровбеля Ну кто же Украл у них 16 миллионов долларов А И он должен Все время так Эх Да кто же взял Вот эти деньги Ровбеля Вот А потом ему Этот вопрос На детекторе Дают Вы догадываетесь Кто мог украсть деньги А Источник говорит А вы думаете Участилось у него В этот момент Сердцебиение Нет На этот важный вопрос Он совершенно спокойно Ответил А кто его знает И Да И в этот момент Ему сказали Ты попался братец Ты попался братец Он говорит Почему Ему говорят Потому что Ты собака страшная Должен был прийти В неестественное волнение А денег А денег Не его есть Чего ему волноваться Поймите Вот я Я тоже С этих Детекторов лжи Знаете Уже который день Мы обращаемся К специалистам По детекторам В связи с Новыми и новыми Инициативами По детектированию лжи Но Тут я не очень понимаю Потому что А? Да Сейчас вообще Вот Сейчас же Завершена Разработка Законодательства По поводу Законопроекта По поводу Применения Детектора лжи И сейчас У специалистов Разных Разные подходы К расшифровке Этих результатов Поэтому разница могут А мне звонил в эфир Человек Который раньше Работал следователем И потом Он работал в банке В службе безопасности Его заподозрили В итоге У него учащалось Да Их всех проверили А он Поскольку был следователем И когда начинали Говорить о том Как можно было Своровать И все прочие Эти деньги Он оживлялся Он оживлялся И в итоге Его обвинили В этом И через Уволили И через несколько месяцев Только выяснилось Что это какая-то там Техничка Которая Не прошла Вот этот детектор лжи И наоборот Представляете Ему говорят Кто мог украсть Деньги Робеля Ему наоборот говорят Кто мог украсть Деньги Робеля И у него учащается Сердцебиение И ему говорят Ах ты собака Ах ты собака Если б нет Ты бы волновался Да Это что это у тебя Сердцебиение А он говорит Ну вы на меня орете Просто Или там еще что Понимаете Правда же Вот эти детекторы Они честно говоря Мне не сильно нравятся Правда говоря Вот Хорошо У нас Еще есть темы И очень важные 10.08 Через минуту обсудим Подъем Мы продолжаем Юлия Селяна Юлия Смотрите Здесь у нас рядом На народном ополчении Жукова Проверяют Дыхание Гаишники Если хотите Подышать Может быть Вы чесночка Пожевали Заезжайте На народном ополчении Жукова И там Гаишники Цокая языками Насладятся А разве Да А разве Не изменили Правила Вот проверки Дыхание Да Нет Дышим все так же Мы дышим все время А Ну там в автобусик Приглашают Там медработничек И говорят Подышите 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 Вот Пожалуйста Хорошо Я хотел поговорить О прокурорских Я хотел прокурорским Представить В качестве примера Положительного МВД Довольно редко Я это делаю Но в этот раз Обязан Значит смотрите В МВД Несмотря на все Лицемерие Того что там Людей Задним числом Увольняют На сутки раньше Чем они совершают Преступление Несмотря на все На это И все таки Увольняют Вспомните Майора Дымовского Который жаловался Путину На Нургалиева За то что Нургалиев Не прикрывает Своих преступников А выгоняет Своих преступников Дымовский сказал В любом другом Ведомстве Люди Ведомство стоит За своих А МВД За своих преступников Не стоит Не хочет Он это говорил Он ровно это говорил Он ровно это говорил Он сказал что Стоит менту Что-то совершить Плохое Как его выгоняют Из органов Говорил Дымовский И это плохо Он обвинял Как раз Нургалиева Напомню что там Как раз у него В регионе Перед этим выгнали Двух милиционеров Которые убили детей Подростков Пьяные Ехали по Ростовской области В поселке Машиной Ударили И убили людей Ну вот Но я сейчас не об этом Я к тому Что Менты По крайней мере Хотя это и ропот Вызывает У майора Дымовского И там у других Милиционеров Что Менты по крайней мере Своих вычищают Постфактум Уже после того Это по крайней мере Похоже на какую-то чистку Прокурорские Я хотел выяснить Ситуацию с прокурорскими Ситуация на Дальнем Востоке На Дальнем Востоке В Хабаровском крае Продолжают выяснять Новые и новые подробности В истории С изнасилованием Трех школьниц В Троицком Троицка Это по севернее Северо-восточнее Чуть-чуть Хабаровска Сколько я там жил Я неплохо знаю эти места Это по дороге В Комсомольск На Амуре Из Хабаровска Там 29-летний Высокопоставленный Работник прокуратуры Он Виктор Викторович Такой Басов Он И Комсомольская правда Пишет Поясняет нам Да Вот Сегодняшняя Он Пригласил двух девушек Каким-то образом Девочек Там 15-14 лет Сесть в машину Одной из них Надел удавку Из проволоки Или из кабель Какой-то Ну что-то такое Вот И Держал ее На удавке Придушив шею А другую Насиловал Прямо в машине Вот А потом Наоборот Вот уже Ту изнасилованный Накинул петлю На шею И петлю смотал Чтобы ее придушить И Которую петлю снял Ту насиловал А которую не насиловал Ту держал Душил Но это они рассказывают Вот Потом Заставил их Заманить Несмотря на то Что они странно Выглядели В слезах Все С размазанной С размазанной Такой вот мордой Заманить еще одну подружку Которая гуляла На улице Посадил в эту машину Запер все двери Окна Отвез куда-то В тихое место На глазах У этих двух Изнасиловал Потом всех трех Завез к себе В квартиру Там же В многоэтажном доме Там их Заставлял Пить Ну там Бил И заставлял Пить коньяк Значит Продолжал Изнасилование Значит Слушайте Теперь Теперь Ситуация Заключается в том Что постепенно Дело выливается В то Что У него Отец Судейский Он сам прокурорский А отец Ну так Пойми ее Черт ее поймет Может уже и 29 А может быть и 39 А может и все 69 Она говорит И что теперь Вот А на самом деле 14 И он не знал Сколько им лет Пока их избивал И насиловал А они сами хотели Все просили Дяденька Накинь мне петлю На шею Придуши меня Дяденька Дай мне по глазу Хорошенечко Смажь Налей коньячку Еще дяденька И так далее То есть сначала Их обвинили в том Что это была Сцена В которой Все четверо Теперь уже Три девочки И прокурор Участвовали Как Ну по доброму согласию Они его ввели в заблуждение Относительно возраста И дальше уже У них такие Вакханалия началась Такая понимаете А потом Дело выливалось Уже в то Постепенно Когда они продолжали Обвинять Значит закрыли Уголовное дело Чтобы было понятно Закрыли Уголовное дело Потому что Эти прокуроры Доказали Прокуроры доказали Что девочки Собственно говоря Хотели Очень И ничего не поделаешь Закрыли Уголовное дело А теперь Когда они Стали возражать Вообще Еще хуже Теперь говорят Что они на него Набросились То есть он вообще Он вообще был 29 лет А он отбивался Ну как бы Да Ну как бы да То есть вот У него теперь Совсем Совсем Трудное положение Было Они вдвоем Его как-то А потом третья Присоединилась Бандитка И они его А цель-то какая была У них? Да Изнасиловать Прокурора Отпускал На следующие сутки И этот прокурор Разборчивость в отношениях У этих девочек Говорит теперь адвокат Я хотел просто спросить Прокурорских Скажите А как в прокуратуре Вот у Нургалиева По крайней мере Задним числом Помойку чистят Задним числом Вот после того Как нашкодит Милиционер Задним числом Помойку чистят А у прокурорских Как я понимаю Наоборот То есть ровно наоборот Задним числом Помойку Защищают То есть человек При должности Его никто не убрал Все в порядке Он работает Он немножко подавлен Он подавлен Потому что Из-за неразборчивости В отношениях Эти девки набросились на него И он подавлен сейчас Ну а как себя должен чувствовать Изнасилованный прокурор Естественно подавлен человек И наверное растоптан Его человеческое достоинство растоптано А как ты будешь себя чувствовать Когда на тебя Три школьницы вдруг набросятся И отделают тебя Под первое число Ну что ж теперь Понимаете Вот Так что Так что я хотел бы Я хотел бы послушать Что там в прокуратуре Что там в прокуратуре Скажите Есть какие-то свидетельства Может быть у вас есть Прокурорские работники Какие-то друзья Может быть у вас есть 788-107-0 Наш телефон Может быть вы связаны По делам с прокуратурой Если вы разбер Может быть вы работаете В прокуратуре Если вы можете Охарактеризовать ситуацию В прокуратуре Мы знаем Сколь ужасно Дело обстоит В милиции Но мы знаем Что милиция По крайней мере Задним числом Вычищает Всяких Вот этих вот Товарищей Задним числом Мы-то хотим Чтобы они вообще Не совершали преступлений Ну по крайней мере Они задним числом чистят Прокуратура кажется Задним числом Защищает своих Алло здравствуйте Алло здравствуйте Вы работаете в прокуратуре Сталкивались с ними Как вы можете Охарактеризовать Свои отношения Сталкивались с ними Дело заключается в том Что если это было бы В Москве где-то И было бы Так сказать Более резонансно То по всей вероятности Сделали бы то же самое Что и делают В МВД Но так как это на периферии где-то И там все Все со всеми связаны Маловероятно Могу ли я сделать вывод Что и МВД тоже И МВД тоже В Хабаровском крае Так же покрывают друг друга Да конечно Да Чем дальше от Москвы Чем дальше от Москвы Тем ужаснее Вот спасибо Я не записал имя А он не представился Не представился А я не записал Вот мне жалко Ну значит первая позиция Все равно я напишу номер один Чем дальше от Москвы Тем ужаснее И вопрос ровно В отдаленности от Москвы И только в этом вопрос 788-107-0 788-107-0 Наш телефон в студии Если вы связаны с прокуратурой Связывались с прокуратурой И может быть вы работаете В прокуратуре Охарактеризуйте нам пожалуйста Кадровую работу с людьми Которые влипли в такие вот Совершили такие преступления Или подозреваются В таких преступлениях 788-107-0 Алло Здравствуйте Как вас зовут Секундочку я нажимаю Нажимаю Алло Да Сергей Доброе утро Это Сергей Да Сергей Я бывший сотрудник МВД И уже на пенсии работал В центре Москвы Управляющим товарищем Собственников жилья Да И так получилось Что На Петровском переулке Стала появляться машина С прокурорскими номерами Генпрокуратуры Возникали инциденты Трасса охраняемая Федеральной службой Охраны Стали разрабатывать Этого водителя Оказался ранее судимый Возил семью Одного из заместителей Генерального прокурора Имел табельное оружие Судимость не погашена В защиту Такие силы прокурорские Встали Что честно мне стало жаль Молодых сотрудников Федеральной службы охраны Понятно То есть То есть прокурорская система Чиститься не хочет Они стоят друг за друга Насмерть Это что-то невероятное Спасибо Сергей Спасибо Вот свидетельство Давайте позвоним еще Вот по этому телефону дивному Я абсолютно секунду отниму У вас я знаю У Юлия обзор прессы Уже бы и быть бы ему Но мы еще У нас есть еще свидетельство Нам звонит Слушательница Которая утверждает Что там было обоюдное согласие Мы не можем Сделать вид Что мы не видим Это сообщение Знаете ли Потому что Нас потом обвинят Что мы Очень тенденциозны И идем за комсомолкой Комсомольская правда Пишет И мы представляем Точку зрения комсомолки Как будто бы Алло Сейчас секундочку Секундочку Вот Дозвонимся 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 Что вы думаете Все равно дозвонимся Сейчас Ну не берет трубку Леся Алло Алло Здравствуйте Вы 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 В какой-то степени У вас плохая связь Вы где-то Совсем в каких-то Может быть пещерах Начинается Sorry The connection is lost Lost Я сам чувствую Lost Ну что теперь делать Значит нам написала Одна из слушателей Что там было Обоюдное согласие Послушайте Если там было Обоюдное согласие Давайте предположим Обоюдное согласие Давайте предположим Давайте Ну что они с ним Пошли сами Плохие девочки Плохие девочки То есть они подозревали Что будет Но Не подозревали Чем все закончится Нет Они вообще Плохие девочки Давайте Их считать Категорически плохими девочками. Совсем плохими. То есть, я вообще, давайте, ну, я не хочу просто, потому что это конкретные фамилии, да? Давайте предположим иную ситуацию, иную, в ином месте. Просто три малолетние проститутки. А он прокурор. Ребята, а как это спасает репутацию прокурора? Вы что-нибудь мне объясните, а? Это что? Это хорошо тогда, если прокурор с малолетними проститутками? Вот это не надо путать тень на плетень. Значит, он их либо избил, либо либо держал в петле там и насиловал, либо избил, но они тоже вряд ли надеялись на это, даже будучи проститутками, избил, споил и насиловал, не отпуская домой в течение, там, и ночи не отпускал и так далее. Да? Еще вариант. И, наконец, третий вариант. Это что они, что они хотели, они просили, дядя, мы посадом мазать счастье, вмашь в глазочек и отделай нас хорошенечко. Вот. Ну, и они плохие. Это что, красит прокуратуру, я хочу поспросить? Вы, ребят, совсем критерий не теряете, ладно? Не надо терять критерий, в черт бы вас задрал. Если... Вы же слышите эту историю. Сейчас начинается. Они были плохие. Да какая разница, какие они были? Я говорю о прокуратуре, а не о этих девочках. На наичках не бойся. Слушайте, я там был, в этом Троицком. Да? Ну, какова там икра? Там за канистру спирта можно купить столько лосося в старое время. Сейчас не знаю. 10 часов 24 минуты. Обзор прессы. Погнали. Подъем. Сергеем Даренко. Найросен. Обзор печати. Обзор печати с Юлией Селявиной. Юль, все, не мешаю. 4 минуты у вас. Давайте. Сегодня газеты пишут об убитом Александре Филиппове священнике. Известие московский комсомолец разместили эту тему на первую полосу. МК пишет и цитирует убийцу, если бы знал, что священник не убил бы. Читайте об этом. Также пишут о Владиславе Галкине, актере, который получил 14 месяцев условно за свой дебош, за свое хулиганство. Твой день, комсомольская правда, первые полосы. Читайте подробности, что должен теперь делать Владислав, куда ходить, сколько раз с участковым встречаться. Все очень подробно в газетах сегодня описано. Коммерсант сегодня пишет о памятнике взорванном в Кутаисе, о том, что восстановит его, скорее всего, Церетели. А сам памятник будет размещаться на поклонке. Также Борис Титов написал заявление об уходе с поста сопредседателя партии «Правое дело». Об этом тоже коммерсант пишет. По словам Титова, причиной стал конфликт с другим сопредседателем партии Леонидом Гозманом из-за разного понимания того, как должна работать партия. И вот на лентах новостей где-то я видела, что Гозман ничего не знает и не получал вот это заявление. Не знает о намерении... А вот Гозман не знает, написал ли его коллега по правому делу Титов заявление об уходе с поста сопредседателя партии. Поэтому ждем развития этой истории. Российская газета сегодня публикует интервью эксклюзивное с министром обороны Анатолием Сердюковым. Итоги 2009 года, сложного для армии, и в плане реформы грандиозной, которая с 1 декабря уже действует, и новый облик армии с 1 декабря теперь. И планы на 2010 год. Тихий час будет у военных послеобеденный и многое другое. Читайте об этом в интервью российской газете. Московский комсомолец сегодня публиковал некие отрывки из текста учебника по предмету основы православной культуры. Это рабочий пока текст, не завершенный до конца, но тем не менее можно почитать о том, как сравнивают например душу с космическим кораблем в этом учебнике, и как объясняется конфликт добра и зла на примере троллей из Снежной королевы и многое другое. Читайте об этом в МК. И также московский комсомолец и газета газета сегодня уделяют внимание программе по обмену старых машин на сертификаты, которая начнет по данным МК действовать с конца февраля в начале марта, примерно в это время, не с начала года. Читайте об этом в газетах, подробности, какие именно условия должны быть соблюдены, чтобы получить этот сертификат на покупку отечественного автомобиля. Сегодня ведомости пишут о том, как складывается жизнь у белых воротничков в России. Эксперты Келли Сервисес выясняли, что у белых воротничков все сложилось не так уж и плохо в этом году. Многие как и до кризиса меняли работу, рожали детей, покупали жилье и учились. Но тут подробные сведения, некие примеры из жизни с фамилиями и так далее, цифры, проценты. Читайте об этом в ведомостях. И также обратите внимание на газету «Коммерсант» об электронном правительстве статьи публикуются. К 2015 году госуслуги должны предоставляться в электронном виде. Об этом заявил Дмитрий Медведев. Читайте об этом в газетах сегодняшних. И также независимая газета сегодня пишет о том, что Россия может усилить военное присутствие в Приднестровье в случае, если там обострится ситуация. Об этом сказал президент Приднестровья и в свете того, что отбираются паспорта у граждан России в Приднестровье. Читайте об этом в независимой газете на первой полосе. 10.30 новости. Подъем. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. 10 часов 34 минуты. Четверг, 24 декабря. Мы продолжаем с Юлией Селевиной. Мы проявляем въедливость, настырность и ожесточенное любопытство. Мы звоним по-прежнему Лессе, которая теперь на связи. Только что ее телефон сообщал нам, что чего-то там коннекшен. Связь прервалась. Из Лост вообще, да. Лост и Лост и все. А сейчас он скажет нам велкам и что-нибудь такое, но Лессе-то не будет, я думаю, в результате. Леся! Да, Сереженька, я жду вашего звонка. Леся, это вы? Да! Это Леся Дудко, известная звезда РСН. Да какая звезда? Я обалдеть. Вы знаете, конечно, Леся Дудко, ее расследования сокрушительные. Леся, проясните ситуацию. Да, ситуация заключается в следующем, что две недели назад в Москву приезжал следователь по этому делу. Да. И как только я об этом узнала, я, естественно, решила подготовить такую программу для РСН. Давайте. Вот, но потом уже стали появляться подробности, из-за которых я отказалась. Девушки были действительно легкого поведения. Насколько легкого? Ну, в общем-то, они были сами не против, и, насколько я понимаю, они даже спровоцировали его, в общем-то. Но он тоже любит девушку. О нет, Леся, ну что? Это такая информация. То есть, они там все были плохие? Они все были плохие. И девушки, и прокурор. Да. Но согласитесь, кто-то из них был 14-летний, а кто-то был прокурором. Вот в этом, да. И вот поэтому именно следователь приехал в Москву, потому что дело стали там действительно решили замять благодаря связям прокурора. И поэтому он приехал в Москву, дабы сбросить эту информацию с средства массовой информации и, соответственно, переговорить здесь уже на уровне более высоком в следственных органах прокуратуры. Понимаете, мне кажется, Леся, что несмотря на то, что вы сказали, ситуация остается все равно ужасной. Да, ситуация ужасная. Но я не захотела за это браться, потому что все-таки девушки тоже были не такие. Ну а как это выяснилось, что они были такие? Они подмигивали, у них был прищуренный глаз, они просили just a little bit harder, чуть пожестче, они просили, что они... У меня источники, мои источники, они очень верные. И вот именно следователь от него лично я вот об этом узнала. От следователя лично, что он считает, что девки плохие? Ну да. Ну, спасибо за разъяснение. Там на местном уровне, там просто все друг друга знают, город небольшой, и в общем-то все известно. Вот. Но следователь, конечно, бросил некую дезинформацию, дабы, как мне кажется, все-таки этому делу предать больше. Ну скажите, версия о том, что развязанные нанайские проститутки, 14-летние, паба, надругались над прокурором, тоже звучит искусственно. Они не надругались, они просто в обоюдному согласию изначально. Это красит прокуратуру, вы считаете? Нет, это не красит прокуратуру. Это не красит прокуратуру. Это ни в коем случае не красит прокуратуру, но все равно, тем не менее, девушки легкого поведения... Да ничего не страшно, вот вы странная женщина Леса. Секундочку, секундочку. Я еще раз, вы не должны никогда говорить, что девушки легкого поведения, девушки легкого поведения. Вот мне кажется, что это вообще лишняя информация. Поймите вы. Потому что, когда вы это говорите, когда вы это говорите... Да нет, ну правда, ну как будто... Нет, ну подожди, а он Буратино, да, а они Лиса Алиса и кот Базилио. Ну о чем мы сейчас говорим? Он прокурор, 29-летний мужчина. 29-летний, спрашиваю... И при этом он любит молоденьких девушек. Я спрашиваю, о нем ходит слабо, что он любит детей. Да, он педофил, то есть надо просто сказать, правильно? Он педофил, который охотится за школьниц. И в этот раз оказалось, что эти девочки характеризуются по месту службы чуточку отрицательно. Но как это характеризует прокуратуру? Как всякий журналист, нас не тает. Я, спасибо большое. Но он любит девушек молоденьких, которые... А вы говорите об этом с улыбкой. Нет, я абсолютно его осуждаю. А если в какой-то момент пятилетние девочки вдруг накинут ему петлю на шею и изнасилуют его в его машине? Нет, я спрашиваю. Ну, это нереально. Нереально? Хорошо, восьмилетние. Это реалист. Почему? Восьмилетние? Ну, кто отвечает за эти поступки-то, прокурор или девочки? Нет, он должен отвечать. Спасибо вам огромное. По всем статьям закона. Селевина, вмешайтесь, пожалуйста, я не могу. Все, Леся Дудко, спасибо вам огромное. Когда у вас следующая передача об этом будет уже? Об этом я не стала делать. Немедленно анонсируйте, что вы у нас на связи, звезда РСН, когда вы у нас на связи. Анонсируйте свою следующую программу, давайте. Говорите. Нет, сейчас скажите, что у вас. Для этого мне нужно с ним... Да нет, какая у вас следующая программа, господи. А, следующая. Ну, лекарства, цены на лекарства, искусственное завышение цен, прокуроры провели проверку совместно с... Дальше, во сколько, когда и где? Говорите громким голосом. В субботу в 2 часа дня, слушайте нас. На РСН! Жестко будет. Спасибо. Это Дудко. Послушайте, что она говорила. Я в какой-то момент начал сомневаться, что я здоров морально. Нет, нет, все правильно. Из того, что они плохие, следует что? Нет, ничего не следует. Следует, что он подонок. Да, да. А из того, что они хорошие, следует, что он подонок. А если они ультраплохие, тем более подонок. А если они ультрахорошие, тем более подонок. Ну, ничего же не меняет с точки зрения... 29 лет хлопчику, ловит 14-летних школьниц, а потом говорит, ну, они плохие. В чем плохие у них? Двойка по физике? Что? Я не понял. В чем плохие-то они? А они такие? Ха-ха. Я не понял. А что ты там делал, товарищ? Ты же прокурор. Клятва прокурора и всякие другие истории мы слышали недавно. А сколько там населения-то примерно? В Троицком? В Троицком? Да немного. Ну, это Нанайский район. 5-6, сколько тысяч. Ну, в этом роде, да. Там действительно все должны друг друга знать. Ну, И он знает, он наслышан о всех этих историях. Может, он не в первый раз с ними встречался. Он наслышан о историях, когда встречались его, может быть, коллеги или милиционеры. Вы опять на стороне мужика. Вы опять на стороне мужика. Кто баб защитит, кроме меня? Послушайте, я единственный... Послушайте, это что-нибудь меняет, я хочу голосование. Да никто ничего это не меняет. Нет, я сейчас против вас ополчусь. Готовьтесь. Ничего это не меняет. Спасибо. Сейчас все вас поддержат. Нет, давайте ополчимся против Дудко. Давайте ополчимся против Дудко. Почему мы не можем ополчиться против Дудко? Можем же сплотиться всем обществом. В конце концов, будет хоть одна точка согласия. И Россия встанет с колен и кристаллизуется, как новая чистая сущность, в противостоянии Леси Дудко. Можно же так? Можно. Поехали. Значит, вот, значит, я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, если прокурор 29 лет устраивает оргию с тремя девочками 14, 15, 15, это сильно меняет дело, если они плохие? Да, это меняет дело, что они плохие. 660, 691. Это вообще никак не меняет дело. Все равно он подонок. 660, 692. 660, 692. Это не меняет дело, потому что 29-летний прокурор. Понятно, кто это? Прокурор. Внимание. Ищет 14-летних девок. И это ничего не меняет, если они хорошие или плохие, или какие хочешь. Да, это меняет. 660, 691. Ничего это не меняет. 660, 692. Вернемся через минуту, скажу результат. Подъем. 10-43, 10-43 в этот четверг, 24 декабря. Погнали, погнали. Кстати говоря, у многих сочельник будет в этот вечер. Знаете, они там будут гуся какого-то, там, того-сего. А у нас пост продолжается. У вас пост продолжается, сказал, недовольным, недовольным голосом. А почему вы недовольны? Да нет, нет. Айда к нам в сочельник в этот. Ну, спокойно, спокойно. Я не, вы знаете, что я видный пантеист и даос, поэтому мне в общем не нравится. Но я характеризую ситуацию. У всех сочельник в эту ночь, чтобы вы понимали. Ну, кроме... У всех, да не у всех. Не у всех. У русской православной, у армянской еще какая-то третья церковь. Сегодня 11 декабря. Айда сочельника еще надо жить и жить. Потому что сегодня 11 декабря у них, понимаете? Ну, итоги-то. Итоги голосования. Ура, остановили голосование. Все. Значит, 8,5. 8,5. Это меняет что-то. Если девочки 14-15 лет были плохие, то это меняет. Это до какой-то степени, может быть, не так сурово звучит, не такой большой проступок у прокурорского работника. А 91,5% считают, что это ничего не меняет. Что он все равно подонок. В любом случае. Ну вот, все за вас практически. Он украл этих девочек. Он им подмигнул. Он бабок предлагал, растлевал каким-то образом. Не важно. А они при этом согласились, дуры, может быть. Уж точно не говорили, дай мне в глазочек. Нет, не говорили, накинь мне петельку на шею. Вряд ли. Правильно? Значит, я думаю, что он все равно подонок. Так думает. 91,5%. Вот видите, в этом противостоянии Леси Дудковой выковывается, выковывается что? Что выковывается? В каком противостоянии? Она тоже согласна была с вами, что прокурор тоже, конечно, виноват. Разгрызли мы ее бедную, господи. Мне прям жалко. А? Ее. Но ради творчества мы ее не пощадим. Правильно? Все, поехали дальше. Значит, ну, мы же в творческом порыве ее загрызли. Ну, она же правда говорила, что там другая была ситуация. Я считаю, ничего другого там не было. В американском Сенате предлагают перевооружить Грузию, чтобы укрепить стабильность Кавказа. Я должен сказать, что об этом сказал республиканец Ричард Лугар. И это человек, который последовательно занимает, на мой взгляд уж, простите, оценку, последовательно занимает антироссийскую позицию. Такой очень жесткий критик. Я с ним встречался однажды в коридорах одной радиостанции. Не здесь, не на РСН. Значит, и он, он такой очень жесткий, воинственный, я бы сказал, антироссийский политик. Но он, интересную вещь, он проговорился в потрясающей вещи. Он сказал, что если Грузию не перевооружить, то там, сейчас я найду. Да, он обращает внимание на то, что радары ПВО разрушены, грузинские радары, системы противовоздушной обороны, что не позволяет выявлять воздушные вторжения на свою территорию и так далее. И далее, смотрите, вывод, какой делает Лугар. Сохранение существующего положения, вот этого вот, безрадарного, то есть безрадаров, может привести не только к тому, что Грузии будет сложно обеспечивать защиту своей территории, запятая, она также окажется под угрозой внутренних конфликтов. То есть безрадаров у Грузии появятся внутренние конфликты и внешних манипуляций, чем часто сопровождается подобная незащищенность, подчеркивает Лугар. Абсолютно принципиальную вещь говорит Лугар. «Если не делать режим Саакашвили милитаристским, если не вооружать режим Саакашвили до зубов, он не сможет противостоять собственному народу». Абсолютно важную вещь он говорит. Внимание, для всех, кто думает, что я сейчас чуточку-чуточку-чуточку натягиваю, значит, я, во-первых, анализирую, во-вторых, я читаю ровно по Лугару цитата из доклада сенатора Лугара. «Перед этим описывается, что у них нет радаров и что их надо срочно вооружать». Саакашвили. Далее, цитата, кавычки открываются. «Сохранение существующего положения может привести не только к тому, что Грузии будет сложно обеспечивать защиту своей территории, запятая, она также окажется под угрозой внутренних конфликтов и внешних манипуляций, чем часто сопровождается подобная незащищенность». Внешних манипуляций, это он намекает, что оппозиция режиму Саакашвили есть продукт Москвы. Да, он считает, что оппозиция, кстати, напрасно, потому что вся оппозиция режиму Саакашвили мечтает вступить в НАТО, как известно, и совершенно даже не про русское. Ну так вот, он указывает на простую вещь, если не вооружить до зубов Саакашвили, если не милитаризовать этот режим, то этот режим рухнет от внутренних угроз. Не Россия угроза, угроза грузинский народ, говорит Лугар в своем докладе. Потрясающая откровенность. Ну а как же это будет? По-американски. Ну то есть, вооружать радары и так далее, и там подобное, а как это повлияет на... он хочет хорошую армию. Он хочет хорошую армию. Ныне покойный Бадри Шалыч по Таркасашвили рассказывал мне однажды, как Саакашвили приехал к нему просто домой в этот дворец бракосочетаний и сказал, у тебя сколько охранников? Тот сказал, значит, а я не помню, Ну я же 200, не знаю, дофига Бадри. Значит, на что Саакашвили закричал, а у меня 20 тысяч, понял? У меня охранников 20 тысяч, он имел в виду армию свою. Армию именно, ну, не какую-нибудь полицию, а именно армию грузинскую. Я твоих снесу тут, у меня танки, у меня то. Начал кричать и бегать, как мальчишка. Бадри был очень удивлен в то время. Очень удивлен, что он считает своей личной охраной собственную армию Саакашвили. Понимаете? И Лугар абсолютно с цинизмом, не с цинизмом, я бы даже сказал, цинизм неправильно приписывать. Лугар холодно, как юный натуралист, описывающий жизнь насекомых, внеэмоционально, внеэмоциональным, если угодно, даже непрезрением, констатирует, мы должны обеспечить штыки Саакашвили, или он падет от внутренних причин. Понятно, да? Потрясающе! Потрясающе! А я спасибо говорю ему. Голубчик, Ричард Лугар, голубчик, как хорошо сказано! правда, ну, правда хорошо сказано! А? Все, значит, больше, больше не добавить, не убавить. Умница! Еще, а? Нет, я просто не могу понять, как... Так, она не может понять? А сейчас вот силы недостаточны, чтобы усмирить оппозицию? Ну, если... Оппозиция должна видеть демонстрацию силы, то есть, должна бояться, должна бояться. А сейчас... Оппозицию последний раз... Без радаров она не боится? Нет, они будут обеспечивать не только радары, они обеспечат водометы, они обеспечат полицейские силы, они обеспечат, конечно, бронетранспортеры и так далее. Вещи, на которых можно ездить по оппозиции, в случае чего. И 7 ноября 7-го года, когда Тбилиси избили коллекционно красиво, избили просто образцово Тбилиси, выпороли как мальчишку, вот избили совсем жестко, с водометами лупили эту тбилисскую интеллигенцию знаменитую, вот с тех пор их так красиво не били, если честно разобраться. И они могут сейчас разнуздано, сейчас потеплеет, знаете ли, грузин, он, не пойдет на, если сцена не хороша, он дождется цветения вишен, и под цветение вишен он снова явится протестовать. И к тому времени, считает Ричард Лугар, у Саакашвили должно быть явственное военное превосходство над собственным народом. Вот что говорит Лугар. Это так прелестно, это так чисто, это так откровенно, это так по-американски, видеть в своих партнерах насекомых, это так по-американски. Спасибо, дорогой Ричард. Слушайте, еще забавная информация о Дьяконе Кураеве, который написал все-таки эту книгу, которую он писал «Основы православной культуры», где сегодня в МК роскошная публикация о том, как это все будет там из «Снежной королевы», «Добро и зло», из «Троллей», «Снежной королевы» приведены, душа сравнивается с космическим кораблем и так далее. То есть Кураев зажигает в своем учебнике и говорит «В моем учебнике нет рассказа о творении мира в шесть дней», потому что в пятом классе уже идет природоведение. То есть он предпочитает не писать глупости, не переписывать глупости из Библии, простите. За святотанственную фразу Кураев предпочитает не переписывать глупости из Библии. Он не хочет, чтобы противоречия возникли в голове ребенка. Конечно, конечно. И он говорит внутренне непротиворечивую вещь. Безусловно, конечно, была Дарвиновская эволюция, однако была и «Снежная королева», говорит Кураев, настаивая, что это и движет человека в сторону православного сознания. Я тоже согласен на такое православное сознание. Примерно, из сингулярности, до которой стоит Бог весь кто, может быть, даже и Бог, возникает Вселенная, потом возникает «Снежная королева», потом вслед за ней «Дьякон Кураев», и непосредственно после этого я приобретаю православное сознание. О, чудо! Чудо явлено нами в 10 часов 53 минуты. Двигаемся. Подъем! Русская служба новостей в движении! Спонсор программ ООО «Ресторанная коллекция». В преддверии новогодних праздников сеть ресторанов «Пекинская утка» предлагает доставку на дом и в офис. При заказе торт и бутылка шампанского в подарок. «Пекинская утка» «Все лучшее из Азии» 755-84-01. 10 часов 54, 55 минут. В движении. Где едете? Что видите? Расскажите нам о движении в Москве. Пробки, засады, всякие вкусные истории. Где? Сегодня... Ах, сегодня еще четверг. Но все равно все поехали за подарками, нет? Нет. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Константин. Где вы, Константин? Каширское шоссе от МКАД до ДК Москворечи примерно. Абсолютно свободное движение. Да? Далее тяжелое толкание. Да, очень удивлен был. Проспект Андропова начинает толкаться почти от начала, потому что, не доезжая метро Коломенское, в левом ряду метров за 300 авария. Ага. Далее в центр абсолютно свободно. Спасибо, Константин. Хорошего дня вам и хороших праздников. Хороших праздников. Ура. Еще. 7, 8, 8, 107, 0. 7, 8, 8, 107, 0. Где едете? Что видите? Расскажите нам о движении в Москве. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Евгений. Да, Евгений. Ну, еду по Рублевке на Рублево-Успенск и не пускают. Отправляют всех на МКАД. Что имеете в виду? Подождите, подождите. То есть вы едете по Рублевке лесом вот после раздоров? Да, да, да. И потом на само шоссе не пускают? Само нет. Всех на МКАД в любую сторону, но прямо нельзя, да. А-а-а. А причину нет? Ну, они даже не разрешают спросить, просто машут палками там. А может, там бывает грузовик какой-нибудь впилится и бывает вот в этот вот бетонный надолб наверху, впилится какая-нибудь фура, и тогда они всех сгоняют. Такое бывает. Я пару раз попадал. Ну, они прям машинами перекрыли, даже объект взяли. А-а-а. Как-то празднично там, празднично у них там на Рублевке. Ха-ха. 10.56.31 секунда. Я вот что вам оставляю, Юлию Селявину, которая будет говорить о памятниках. Да, газета-газета сегодня у нас про памятники. Про памятники. Не забудьте спросить про то, как они пожаром лечат памятники. Памятники уничтожают в Москве путем несшествия небесного огня. И потом появляется подземная парковка, Юль. Знаете, такой секрет, да. Я оставляю вам Светлану Матвееву, которая знает про спорт. А я пойду и проживу его этот четверг, 24 декабря. Светлану Матвееву,